То, что неврологические симптомы, ассоциированные с этим заболеванием, есть, это факт. Вирус запускает, инициирует синтез каких-то молекул, связанных с иммунной системой, и иммунная система уже атакует клетки мозга, повреждает их. Согласитесь, что это не единственный вирус, который оказывает сильное влияние на центральную нервную систему. Бешенство, которое, если попал, то без лечения вызывает стопроцентную смертность. Ну, и, кроме того, скажем, полиомиелит, герпесы, энцефалиты, ну, в общем, хватает всего. Десяток белковых молекул способны подчинить огромный сложный организм, ну, а в случае, там, коронавируса, да? Просто весь мир. Все человечество и весь мир. Это лишний раз говорит о том, насколько эволюция ищет тонкие пути, специфические, и как серьезно нужно относиться к любому, даже самому маленькому компоненту функционирования нашего организма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова